Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот за стенами теплицы у нас бушует, как всегда, плохая погода. Но здесь томаты хорошо растут у меня, они цветут. Здесь у них подходящая температура. И я сегодня пришла сюда, чтобы подвязать, обрезать лишние листья. И сразу расскажу, многие спрашивают, сколько томатов я высаживаю все-таки в свою теплицу, в связи с тем, что я высаживаю по два в одну лунку. И от чего зависит количество, до каких размеров, до какого количества можно увеличивать население теплицы. Я сразу скажу, что количество высаживаемых томатов зависит от многих факторов. От сорта, от схемы посадки. Вот у меня два томата в одну лунку, конечно, у меня получится больше. От количества гряд, от ширины дорожек, от всего-всего-всего. У меня в этом году, вот в этой сейчас теплице, 134 томата. Но так много только потому, что у меня много детерминатных, низкорухстлых сортов, которые позволяют себя высаживать погуще. Расстояние я делаю между ними 30-40, а между индетерминатными великанами уже, вот видите, 60-70. Поэтому, если бы было больше детерминатных, количество можно было бы увеличить еще больше. Если бы были только индеты, то их было бы, конечно, меньше. Вот если, расскажу про сорта, как зависит от сорта. Например, если томаты вот такие, хорошо разрастающиеся, конечно, их будет меньше в теплице, если их высаживать. Но если вот высаживать такие, как демидов, вот у меня тут, сейчас покажу. Вот, елочки демидов, они компактные, они позволяют себя высаживать загущенно. Из-за этого увеличивается количество корней. Потом, ну и от схемы посадки, то, что я высаживаю два томата в одну лунку, конечно, это сильно увеличивает количество томатов. Делаю, я в том году все рассказывала, делаю это из экономии колышков, из экономии места. Вообще мне очень нравится, и подкармливать удобно, и окучивать. Ну, меньше, но при такой посадке у нас очень увеличивается уход. Конечно, больше, чаще листья надо обрезать, чаще удалять все эти пасынки, чтобы заросли не смыкались, не разрастались, чтобы было, как проходил свет, чтобы им было не тесно, чтобы проветривался низ, обязательно удаляю нижние листья, при такой загущенности, обязательно, там те сорта, которые нужно посынковать, обязательно посынкую, все это делаю, и все это нужно делать в два раза больше. Вы понимаете, если в два раза больше томатов, вот сейчас я пришла подвязывать, потому что они растут, как на дрожжах, видите, они уже начали распадаться некоторые. Буду подвязывать, буду удалять нижние листья, и в ближайшее время расскажу, как я удаляю листья, какие удаляю, какие оставляю. У меня томаты уже большие, вот наливаются, поэтому нужно делать и какие-то опрыскивания, и профилактические обработки против фитофторы. У меня уже все тут, работа, как говорится, должна выполняться вся, которую обычно в открытом грунте мы делаем летом. Но вот я рассказала, сколько у меня, что у меня 134 томата нынче, очень зависит от сорта, очень зависит от схемы посадок, от расположения грядок, дорожек, от всего. И если вы посадите только индетерминантные, у вас будет меньше, если только детерминантные, у вас будет больше. А если посадите те, которые позволяют себя выращивать загущенно, у вас будет еще даже больше моего количества, можно до 160 корней вот в такую теплицу 3 на 8 вместить. Все, до свидания!